Здравствуйте, уважаемые читатели канала Сады и Цветы, а также зрители этого канала. Я Сергей Калякин и рассказываю вам, как обстоят дела в моем саду в декабре, в середине месяца. Как видите, я уже обрезал большую часть сада, в том числе и все еще цветущую астру татарскую. Я пока оставляю только злаки, в них зимует много полезных насекомых, а остальные растения я измельчаю и использую для мульчирования цветников. Для некоторых многолетников я делаю исключение, например, геспиранта. Она еще цветет, но и кроме того, она зимне-зеленая, поэтому я ее пока не обрезаю. Как видите, зацвели первые примулы. Удивительно, конечно, но видите, первые цветы распустились уже в декабре. Почки гиацинтов уже высунулись и продолжают набухать. Первые признаки весны. А барбарист Унберга Orange Rocket так и не окрасился в оранжевый цвет, как он должен был сделать осенью. Но стоит ярко-красный, листики начали потихонечку опадать. В прошлый раз я уже показывал, как я обрезал клематис диамантина. Вот почки у него тоже уже начали набухать. Надеюсь, что они нормально перезимуют. Рядом обрезанный второй куст гортензии Limelight. Первая изгородь из дерена белого сибирика до сих пор не обрезана. Я делаю это в последнюю очередь. Скорее всего, займусь ею в январе. Вот эти молодые приросты, красные, я все обстригу. И останется только нижняя часть. Она где-то метр сорок, метр пятьдесят высотой. А эти красные побеги отрастают ежегодно. Поэтому у них, собственно говоря, у новых побегов такая яркая окраска. По сравнению со старыми. Я серьезно переживаю за лук Summer Drummer, который снова отрос в начале зимы. И боюсь, что когда наступит холода, его снова снесет. И он опять себя не покажет, как в этом году. Он вообще не цвел. Как я уже говорил, я оставляю злаки. Пусть в них зимуют насекомые. Но кроме того, это и вполне симпатично выглядит. Вот вечно зеленая овсяница. Например, он будет такой всю зиму. Бежевые перестащитинники. Соломенные веники. Ну и до сих пор сад украшают растения с красивыми соплодиями. Это, конечно, остильба Пурпурланса, Эхиноцеи, Клопогоны. Куда же без этих красивых свечек. Скоро я уже это все обрежу. Измельченные растения идут сейчас в основном в розарии. Здесь вы видите соцветия картензии, лаймлайт, а также измельченные листья и стебли многолетников. Ими прекрасно мульчируются розы. Ну и еще раз мой осенний уголок. Баданы. Не до конца облетевшие до сих пор в декабре спирея. Крупнолистная японская форма. Крупнолистная. А также гарантемная самоборка, которая по зиме приобрела исключительно нежно-розовую окраску. Продолжают свести купленные в саду Торстна Ульбриха сорта морозника черного. А также зацвели нарциссы, которые я сажал на выгонку, но потом поставил в сад, потому что все равно температура плюс 9, ничего с ними не будет. Это те самые бумажные, так называемые нарциссы, которые боятся холода. Их рекомендуют выращивать в комнатных условиях, даже в немецких книгах по садоводству. Вот так они выглядят сейчас. Зацвели буквально через месяц после посадки. А в целом сад сейчас выглядит так. Спасибо за внимание. 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 Продолжение следует...